Фонд развития промышленности провел еще одно важное мероприятие. В центре «Мой бизнес» состоялась встреча представителей лидирующих предприятий регионы. Темой разговора стала повышение эффективности производства. Ее все эксперты называют ключевым ресурсом для промышленного рывка нашей страны. Недостаточная производительность труда в последние десятилетия сильно обострилась на фоне нарастающего дефицита рабочей силы. Тверская область в этом плане особенно показательна. У нас отток трудоспособного населения в столице накладывается на невысокую рождаемость. Повышение эффективности производства должно стать одним из важнейших драйверов роста. Это осознает и региональные власти. Государство в данном случае просто подхватило необходимый формат требований от самого промышленного сектора и пытается просто по мере возможности его поддержать, оказывая и организационную поддержку, и финансовую поддержку, и самую главную методологическую поддержку, что очень важно. Еще в Советском Союзе многие мечтали, что настанут времена, когда на заводе будут трудиться только роботы под управлением одного единственного человека. Сейчас всем ясно, что реальность выглядит несколько иначе. Однако все равно в деле повышения эффективности труда большую роль должны сыграть роботизация и внедрение беспилотных технологий. Нам нужно повышать технологический суверенитет страны, а автоматизация, роботизация – это один из факторов важных. Я уверен, что мы справимся с этими задачами. Среди отраслей промышленности, где благодаря автоматизации можно совершить прорыв в деле повышения производительности труда, машиностроение, металлообработка, производство продуктов. Однако без человека все равно не обойтись. За оборудованием надо кому-то и следить. Поэтому еще одним важным моментом является повышение профессионализма. Это прекрасно понимают на предприятии ТЭКОМ, которое еще недавно носило название СКФ. Мы стараемся, следуя всем современным тенденциям, обучать персонал, исполнителей наших. Стараемся их переподготавливать и повышать их квалификацию на буквально регулярной основе. Стараемся внедрять современные технологии мониторинга состояния оборудования. Это поможет повысить не только производительность труда, но и снизить трудозатраты, что тоже является показателем эффективности производства. А оно должно вырасти в 2-3 раза. Именно такую задачу ставит федеральное правительство перед промышленностью в перспективе ближайших нескольких лет.